Для тех, кто не знает иврит, отмечу слово «галут» означает изгнание, выход из укрытий своей страны, из уюта, из всего, в «галут», в открытость, в пустыню, куда-нибудь. Это называется «галут». В нашей истории еврейского народа есть четыре основных «галута» – вавилонский, потом персидский, потом греческий и потом последний, который тянется 1800 лет уже примерно. Это, мы называем, «галут» Исава, Эдома, Рима по-русски, Римской империи. Это «галут», который не имеет точных сроков, потому что он целиком зависит от нас. Когда мы завершим нашу духовную работу, этого не будет. Сверху нас немножко прижимают, и надо, чтобы это было не больше, чем 6000 лет от сотворения мира. От сотворения мира сейчас 5784 года. Соответственно, мы уже знаем, куда мы идем. Идем в завершение этого дела. И даже если мы не очень хорошо еще духовно работаем, есть способы заставить задуматься, привести к повышению тонуса, как говорится. И все понимают меня. Посмотрите, что за последние 10 лет произошло в мире. Вот этот знаменитый коронавирус перекрыл все аэропорта, полеты, весь мир закрыл. В войны, вы знаете, в Восточной Европе идет война, о которой никто не думал, которая уже порядка приближается к миллиону погибших. Это много, миллион человек. Вот. В Израиле очень специфическая война сейчас идет, пока мы с вами разговариваем тут. Все знают, что война в Газе с бандитами проходит. Причем решительная война. Чем закончится, не знаю, мы прямо находимся посередине войны, когда я этот ответ говорю. Так что, вот это вкратце про слово «галут» или «изгнание», или еще есть рассеяние, рассеяние евреев по всему миру. Изгнание из земли Израиля. А мы возвращаемся к Адаму. Адам совершил ошибку, принимала участие его жена Хава, или по-русски Ева, но правильно Хава. История читается в книге Берешит, не будем повторять о ней. Но вот совершил ошибку. Прошло изгнание Адама и Хавы из Ган-Эдена и по-русски из рая. Печальная ситуация. И Адам погрузился в печаль. Теперь это хорошо звучит, но нужно знать, что это неправильно. Что бы ни произошло с человеком, кроме, может быть, первой реакции минутной, нельзя в печаль погружаться. Почему? Печаль сжимает человека. Его объем уменьшается. Он может меньше добрых дел делать в мире, меньше тор изучать, меньше высоких размышлений у него будет. То есть это нехорошо, это сжим сжатия. Вот Адам прошел этот этап. 130 лет он был в этой ситуации. Соответственно, во всем мире, мир же как бы на его плечах держался, во всем мире стало меньше духовности, меньше высокого. И это не могло не породить тяжелые явления. Их надо будет исправить. Сейчас мы увидим, как. А пока я напомню, что до изгнания из Ганедена у Адама и Хавы уже родились два сына. Два сына и три сестры. Три дочери. Каин и Гевель. По-русски говорят Авель, но мы говорим Гевель. Каин и Гевель. И мы знаем, в Торе рассказывается, Каин убил Гевеля. Наверное, не надо быть большим мудрецом, чтобы понять, что это не добавило радости Адаму, а добавило ему печаль. И так он был погружен в эту печаль. Тора рассказывает 130 лет. Откуда мы знаем, что 130 лет? Нас тогда не было. Никого не было. Потому что в Торе говорится, что когда Адаму было 130 лет, родился у него другой сын по имени Шетт. Выходит, что он воспрям. Он сидел в этом унынии, сидел в печали, сидел в неправильной духовной, душевной ситуации. Вышел из нее и снова объединился с Хавой, и у них родился сын, который называется Шетт. Хорошо. От Шета, кстати, технически правильно, что от Адама все человечество произошло. Но и от Шета, потому что не было никого другого, от него произошло. Был еще, правда, вы скажете, Каин. Верно. Но от Каина по линии такой духовной не произошло ничего. Там были свои поколения, но они не вышли на того, чтобы произошло все человечество от них. Только единственное, что мы знаем, что в людях потом, когда уже Каин, его потомки ушли, в людях есть немножко души, кусочки души Каина и кусочки души Гевеля. У одного так, у другого так, у этого, может быть, и ничего. Это точно, мы не скажем так про каждого человека, но наши учителя дают те или иные примеры этого. Но основное, это Шетт и его потомки. И десять поколений, пока не родился Ноах, и был потоп, вы все помните, знаете это. Потом десять поколений, пока родился Авраам, вот уже двадцать поколений, и это Авраам, он был первый еврей, ибо первый человек, который взял на себя соблюдение Тору и исправление духовных поломок в мире, а это задача еврейского народа, был Авраам, так что Авраам был первый еврей. Но мы еще не знаем с вами и не поняли, как же нам исправить то сужение, то ухудшение, которое произошло из-за печали. Обратите внимание, не просто это рассказываю, это чтобы урок дать всем нам. Не быть в печали. Если кто-то скажет, что сердцу не прикажешь, то мы скажем в рамках еврейской традиции, сердцу не прикажешь, но над этим можно работать. И помнить, что человек, я обращаюсь к евреям прежде всего, ни в коем случае не должен быть в печали. Это неправильно. Надо быть в хорошем настроении. Это не значит бурная радость, такая необузданная. Это тоже неправильно. А просто быть в хорошем настроении, потому что ты знаешь, что Всевышний управляет миром, не надо ничего бояться, не надо переживать без каких-то причин, а если есть причины, надо стараться исправлять и так далее. И тогда жизнь хорошая и у тебя, и у окружения. А Адам так не сделал. Надо исправить эту ошибку. Как? Человечество уже пошло и поехало. Мы уже дошли до Авраама с вами, уже заложенный еврейский народ. Уже возникли 70 народов. От маленьких до больших. Империи. Одной из крупнейших империй был Древний Египет, который имел свои характеристики, так сказать, в том числе разнузнанное идолопоклонство. А это плохо. И поэтому надо было, чтобы евреи прошли через это плохое, доказали, что они это преодолевают и смогут выйти на свободу и к получению уже Торы. Так оно и было. Еврейский народ при Яакове, третьем праотце, вошел в Египет, пробыли там определенное количество лет, были всевозможные наказания для египтян, были страдания для евреев. И все это вместе привело к тому, что в нужный момент мы вышли из Египта. Это называется Митсиат Митсраем на еврите. Исход из Египта. Это мы празднуем каждый год. Праздник Песах об этом говорит. И это все, чтобы исправить вот эту вот печаль и плохое настроение. Всего лишь плохое настроение. Никого Адам не убивал, ничего плохого не делал. Но он был в плохом настроении. Это значит, что он забыл, что миром правит Всевышний. Нет причин для плохого настроения. Сделал что-то плохое, можно исправлять. Но он не исправлял. 130 лет провел в подавленном состоянии. И это надо потом много лет исправлять. Таким образом, наш народ попал в Египет, в рабство, для того, чтобы исправить то, что сделал Адам. Это вкратце. На самом деле, история интересная и богатая. Начинаем это уже в книге Берешит видеть в Торе. книга Шмот уже подробно об этом говорит. Ну и мы сейчас просто об этом вспомнили. И в связи с этим вопросом смогли связать ошибку Адама и египетское рабство или галут, как здесь написано в этом вопросе. Всего доброго. До свидания. До свидания.